Почти три месяца жители дома по улице Паши Савельевой наблюдали беспредел, оставленный коммунальщиками после ремонта теплотрассы. Как только наша съемочная группа выехала на место, ситуация в корне изменилась. Оказалось, что власти умеют слышать, когда пусть для кого-то небольшой проблеме, говорят СМИ. Оперативно, объективно в этом и заключается работа журналистов. Более того, нас радует, когда при участии корреспондентов решаются вопросы тверичан. Как это и случилось в Заволжье, тему продолжит наш корреспондент. Работа журналистов – это значит не сглаживать острые углы, не замалчивать проблемы, а поднимать темы, которые пусть и не всегда приятны отдельным чиновникам, но волнуют жителей региона. И особенно радостно, когда усилия наших корреспондентов не проходят зря. Во дворах нескольких домов в Заволжье после ремонта теплотрасс несколько месяцев оставались неубранные бетонные блоки, элементы ограждений, которые обычно устанавливают вокруг разытий. А также временно демонтированы элементы детских площадок. Жильцы ряда домов неоднократно обращались и в управляющие компании, и напрямую в организацию, проводившую работу, с просьбой провести дворовую территорию в порядок. Там не отказали, но наведением порядка дело затягивалось. После выезда съемочной группы Тверского проспекта ситуация поменялась уже на следующий день. Мы обещали вам отслеживать ситуацию по поводу ремонтных работ. И хотим ответить, что оперативно отреагировала администрация города и района, а также организация, которая проводила ремонтные работы Тверская генерация. Мы можем заметить, что площадка была восстановлена, также поверхность двора была выровнена, а полноценные работы будут производиться весной, когда будут хорошие погодные условия. При этом, к сожалению, не на всех объектах есть возможность оперативно завершить ремонтные работы. Так, на проезде Кутузова ведутся масштабные работы. Прокладка 800-мм трубы нового городского водовода. Мы тоже рассказывали вам об этом и обещали отслеживать, как будут развиваться события дальше. Как нам пояснили специалисты в настоящее время, прокладка водовода ведется методом горизонтального бурения. Это сложная технология, и возможно, что это и стало причиной увеличения сроков работ. Впрочем, надо заметить, что на озвученную нами информацию все же отреагировали строители, и почти все большие котлованы засыпали грунтом. Единственное, что сделали, экскаватором сравняли дорогу, засыпали ямы этой же землей, восстановили водопровод у ряда пяти домов там порвали. Но канализация, как говорят жители, течет в котлован в следующей налетильном переулке. Нас спасло, что последние несколько дней заморозок. А так ходить тут в обуви, как ваши, я бы не рекомендовал. Как нас заверили представители администрации, ситуация находится под полным контролем, и Кутузовский проезд обязательно будет приведен в нормативное состояние. Как отметил депутат городской думы Дмитрий Нечаев, и с подрядчиком, и с профильными структурами администрации есть продуктивный диалог по этой ситуации. У нас есть, конечно, контакт с администрацией города, с подрядчиком. Нельзя сказать, что жителей там кто-то бросил. Мы продолжим следить за тем, как будет выполнен ремонт проезда Кутузова. Но если вы сами столкнулись с коммунальными проблемами, расскажите это нам. И корреспонденты Тверского проспекта помогут разобраться в вашей ситуации. Поделиться своей историей можно, написав на почту newssobakatp.tvr.ru или позвонив по телефону 48 22 300 341.